Привет всем! Я сейчас в горах, иду на барахолку. Добиралась сюда, но думаю, не зря. Красивое место такое, здесь вот горная речка, горы, там замок такой, крепость. Смотрите, какой вид шикарный. Вот такой вот замок. Называется Костелло Тейдорея. Это у нас Дольче Аква. Называется местность. Ну как, деревушка. Где-то там больше двух тысяч с лишним человек проживает. Как же он называется? Коммуна называется. А речка вот эта, между прочим, называется Нервия. И вот когда дожди идут сильные, она тут хорошо разливается. И вниз идёт туда. И затапливает. Вот, сейчас вот вон там этот рынок. Перехожу. А, тут получается, смотрите, какие красивые цветы. Получается, мне надо пройти рынок аграрии. Это у нас фермеры. Вот, ну тоже посмотрим, что здесь у нас. Паштет был овощной. Правильно я сказала, нет. Вот, кактусы. Мед, горный мед. Вот видите, 13 евро литр стоит. Ну там от 13 выше. Это тоже ручная работа, керамика. Здесь у нас колбасные изделия. Всё тоже фермерское. Здесь у нас приправа. И вот так вот иду. Мне-то надо всё равно на антикварку попасть. Мне надо вот через мост пройти туда. Вот, вот это вот Дольче Аква у нас. Смотрите, какое средневековье. Переводится сладкая вода. Находится на границе с Францией. Это деревушечка. Очень такое популярное туристическое место, я хочу сказать. Здесь прекрасные есть харчевни, даже где готовят дикого кабана. Вот такие вот здесь вот ходили в Средневековье рыцари. Вот, показываю вам. Видите, как здорово. Угу. Так, ну, всё хорошо. Ну, вот я поднимаюсь я. И мне нужно пройти через этот мост. Вот сам этот замок, пастелло. Раньше там можно было пройти вовнутрь. Вход, конечно, платный. Я там была внутри, но там ничего, кроме стены, нет. То есть можно, конечно, обзор выше посмотреть. Но что-то мне сегодня не захотелось туда подниматься. Парковка современной машинки. Так, это я на другую сторону перехожу. Вот оттуда я пришла. А рынок антикварка у нас вон-то. Вот он. Ну, вижу, здесь уже не так много столов. Но всё равно надо посмотреть. Попадётся что-то замечательное. Но не попадётся. Я же говорю, я собиратель положительных эмоций. Уже эмоции вообще выше крыши. Супер. Хочу купить мёд. Ихний. Вот, горный. Обязательно. И в харчевне посидеть. Здесь у нас лавочка. Современная. Вот с такой продукцией керамической. И вот сам рынок наконец-то я дошла. Антикварка. Посмотрим, что здесь есть. Надеюсь, какие-нибудь новенькие будут продавцы, товары. О, матрёшки. Видите, с нашими, по-моему, деятелем власти. Вот, если я не ошибаюсь. Да? Наверное, такие сувениры были очень модные в 90-х годах, я думаю. В 2000-х, может, не знаю. Дальше смотрим, что здесь на столах есть у нас. Ну, вроде такое другое. Ну, раньше я это не видела. Может, я ошибаюсь, конечно. Вроде как и повторяется. Ну, да, качуют они, качуют продавцы. Меняются товаром. Наверное, друг друга заменяют они тоже. Потому что это настоящий бизнес у них. Так, кольца. Здесь я всё пересмотрела. Часы. Вот смотрите, какая печка. Это печка. 180 евро. Классная, а? Вот такая вот здесь вот. Вот эта тумбочка 10 евро. Я так насмотрела на него, думаю, классная всё-таки. Вот. Дальше. Такие вот картины специфические. Ну, может, тебе кажется, ошибаюсь. Барби. Барби были от 10 евро. Машинки. Вот одежда кукольная. Вот одежда кукольная. Вот такие вот тоже барби. Вот сервиз. Смотрите, какой сервиз. Красивый. Всё целенькое. 40 евро. Другие столы. Вот картины. Подхожу к каждому столу. Рассматриваю всё. Здесь вот такой вот тоже. Значки. Интересненькая. Вот паласы, ковры. Машинка печатная. Швейная машинка. Какая скатеря здесь тоже. Сочники. Опять тут сервизы. Очень туристическое место. Много людей. Так как находится на границе с Францией. Много французской речи. Но это север Италии. В горах. Вот здесь у нас вот такие вот. Дальше смотрю. Смотрите, какие очки старенькие. Да, это уже антиквариат, по-моему. Здесь вот открытки. Ну, открытки, как я уже говорила, здесь в основном либо виды. Либо на божественную, на религиозную тему. Другой стол опять. Много мелочей. Ну, я так думаю, каждая такая вот безделушка все равно находит своего хозяина. Вот смотрите, целая коллекция кошек. Вот кто коллекционирует. Прям, наверное, это целый рай. Тоже столовые приборы. Видите, какие скатерти? Вот профессиональные продавцы. Поэтому цены, конечно, да. Так, у нас бижутерия опять идет. Современная. Такие вот там всякие штучки. Бокалы. Ой, наконец-то какие-то коробочки. Сейчас покопаемся тут. Тут же так вот здесь у нас. Сразу мне вот это вот приглянулось. Да, игрушка, значок. Матросы, матросики. Пластмасса, пластик. Интересно. Ну, винтаж. Видно, что винтаж. Спросила, значит, сколько стоит. Она говорит, 3 евро. Сколько 3 евро? Интересно. Интересно. Прям зацепило меня. Надо же. Да, интересно. Интересно. Дальше сейчас покопаю. Тут еще коробочки. Так. Ну, здесь уже брошка такая. Ну, наверное, года 80-90-е. Да, она, по-моему, с иголкой там счет у нее. Вот эта штучка старенькая. Да, планка. Да, тоже она мне понравилась. Латунная. Смотрите, старенькая. Какой замок. Вот она за нее 5 евро. И не уступает. Ну, не знаю, что-то мне как-то. Все-таки я взяла вот этих матросиков. Смотрите. Значит, я сторговалась в 2 евро. Я заплатила. Вот, не знаю. Мне показалось, как вот советское. Советский значок, да, вот. Ну, сзади, если бы он был советский, наверное, была бы написана цена какая-то. Но ничего нет. Но все равно, смотрите, винтаж. Вот согласитесь, редко попадаются такие матросики. Взяла я их. Очень понравились. Ну, я думаю, я их немножечко подремонтирую, подреставрирую, подкрашу. Интересный такой, да? Если у кого какая-то информация есть, напишите. Может, кто знает. Дальше идем. Мебель у нас. Такие стулья. Вот. И потом, смотрите. Какой-то музыкальный инструмент. Я не музыкант, поэтому я не знаю, что это за инструмент. Но видно, что какой-то старинный гусли. То ли? Не знаю. Картина такая вот. Большая она. Так, на столе у нас что-то. Старый диванчик. А вот смотрите, какая люстра. Шикарная работа. Люстра, конечно, длинительная. Другой стол. Кстати, эта люстра стоила 300 евро. Бижутерия. Столы с бижутерией. Когда я езжу вот в эти маленькие такие деревушки, границы с Францией, здесь всегда много бижутерии. Я всегда обращаю внимание. Смотрите. Разная. И она причем там намешанная у них. Оп. Вот этот стол интересный. Обратите внимание на эту пряжку. Вот, смотрите. Видите пряжку? Мы к ней еще вернемся. Так, здесь я, конечно же, притормозила. Смотрите, брошка тоже винтажная. 16 евро. Вот эта вот брошка тоже старинная. Серебряная. Насчет камней не знаю. Натуральный мир. 20 евро она за нее хотела. Смотрите, какая брошка. Видите? Старенькая. Дальше. Вот здесь вот браслет. Значит, как она сказала, натуральный ждеит. За 10 евро она хотела бы мне продать. Очень хорошая такая продавщица. Я ее уже знаю. Ну, как бы мы с ней много разговариваем всегда. Но цены у нее... Цены, цены. Я понимаю. А вот смотрите. Вот. Смотрите, какая пряжка. Вот это прям точно с того, наверное, этого замка. С крепости. С той. Видите? Это пряжка. Вот эта пряжка за 80 евро она. Вот. И вот эта пряжка, смотрите. Art Novo. Вот. Она говорит, такие вещи, мол, продаются в Милане за 100 евро. А я, мол, тебе за 50 отдам. Смотрите, какая пряжка. Старенькая. Ну, прям, ну, точно. Вот это не подделка, не молодежь никакой. А это вот настоящий антиквариат. Видите? Остаешься, не разговариваю. И, конечно, снимать она не разрешает. Вот еще другая пряжка. Смотрите. А это серебро. Вот. Вот тоже. Шикарно. Это там смальто. Серебро. Ну, тут я рассматриваю, сама как бы с ней разговариваю. Ну, цены у нее такие, конечно. Да, она знает свой товар. Это еще раз вам показываю эту пряжку. Эту пряжку она заседает. Эту пряжку она заседает. Хозяин покупателя. Красивая пряжка, конечно. Ладно, пошла к другому столу. Ничего я не купила у нее. Да. Идем дальше. Другие столы. Вот здесь вот брос интереснее. Смотрите, какая. 925-я проба. Маркозиты. 18 евро она просила. Ну, в принципе, наверное, можно было бы торговаться. Ну, знаете, вот какой-то такой день был. Вот я ее покрутила, покрутила и положила. Не знаю. Барби. Другие столы. Вот такую вот вам прогулочку по Средневековью. И маленькому антикварному рынку. Ну, на этом все. Пока. До новых встреч. А я пойду куплю мед горный. Продолжение следует.